Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Сегодня, к сожалению, видео на минорной ноте. Сделала обход сада после почти недели дождей и обнаружила кучу болячек на растениях. Как известно, влаго и тепло благоприятные условия для размножения и развития различных грибковых заболеваний. Из-за дождей мы пропустили практически на неделю время профилактических обработок и грибки разгулялись. Сад у нас достаточно уже поживший, если не сказать старый. И, конечно, за 15 лет каких только болезней не было. Учитывая близость леса и повышенную влажность участка, у нас низкий участок, так что постоянно на каких-то растениях появляются болячки, мы обрабатываем. И в какой-то из телевизионных передач про сад фитопатолог сказала, что в смешанных старых садах накапливается множество различных патогенов, полностью избавиться от них невозможно. В общем-то, как и у людей, вместе с нами живут и грибки, и бактерии, и находятся в спящем состоянии, также и у растений. И если какой-то гриб поселяется, то остается навсегда, хоть и в спящем состоянии, и начинает усиленно развиваться при благоприятных условиях. Тепло, влага, сниженный иммунитет и другие факторы. У растений все так же, как и у людей. И с садом выхода всего два, как сказала фитопатолог. Это первый кардинальный. Все выкорчевать и оставить сад под парами после тотальной обработки. Или пожизненная обработка. Это и профилактика, и лечение различных грибковых заболеваний. Я прошлась по участку и обнаружила, что, к сожалению, заболело много различных растений. У нас, как я уже сказала, сад старый достаточно. И у нас никогда не болели, например, хосты. В прошлом году первый раз было увядание на хостах, появлялись какие-то непонятные пятна. Тоже все мы это лечили. Но к концу сезона, к середине даже лета, все прошло. Мы постоянно обрабатывали все хосты, какие-то кустарники. И сейчас пройду покажу, что у нас заболело. И начнем обрабатывать все растения. Просто попрошу мужа, чтобы он опрыскал просто все растения тотально. Потому что какие-то болеют, а каким-то растениям нужно провести профилактическую обработку. И начну с самого большого расстройства. Заболела у нас ива козья на штамбе. Она у нас растет с 2008 года. Не болела никогда ничем. Сейчас я смотрела все эти дни, пока шел дождь, и появлялось больше сухих листьев, усыхающих. С этой стороны, солнечной, там где все-таки попадало солнце иногда, это менее заметно. То есть здесь меньше больных листиков. Но вот со стороны дома, получается с северной стороны, вот с этой, здесь очень много сухих листьев. Мы попробовали их обшмыгать, потом собрать здесь все под ивой и сжечь. А потом уже обрабатывать. Но они не хотят обшмыгиваться, пока держатся крепко. Но вот нужно обрабатывать. И вот смотрите, попробую поближе показать. Не знаю, поймает камера или нет, но очень не симпатично смотрится. Листья скручиваются, усыхают, и очень это все смотрится не симпатично. И у меня даже было подозрение, что это ржавчина. В прошлом году у нас болели можжевельники, и мы их обрабатывали в прошлом году все лето. Обрабатываем в этом году с начала весны. И в этом году у нас ржавчины на можжевельниках не было. Не было этих студенистых спор. Но возникло у меня подозрение, что появилась ржавчина здесь, на иве. Вообще гриб ржавчинник, он зимует только на можжевельниках, а вообще летом в сезон живет и вредит яблоням, рябинам, ивам, многим другим растениям. Но посмотрела в интернете, не похоже на самом деле. Потому что если поражается лиственное растение ржавчиной, грибом, именно грибом ржавчинником, потому что возбудители ржавчины бывают разные. У нас именно гриб ржавчинник, хотя я, конечно, не фитопатолог, но по всем признакам было понятно, что это именно гриб ржавчинник. И все-таки думаю, что это не ржавчина, какое-то другое заболевание. Ива у нас посажена на самом проходном месте, на самом видном. И, конечно, это очень бросается в глаза и расстраивает. А что еще здесь сразу? Увидела, что на хосте появились пятна. Это, конечно же, никакой не солнечный ожог, потому что здесь эту хосту от солнца сгораживает ива, и солнце ей попадает мало. И к тому же была неделя дождей, и солнца вообще не было. То есть, соответственно, это никакой не солнечный ожог, это какое-то заболевание. Здесь заболела традисканция, некрасивые коричневые листья. Причем, странным образом, вот только край. Здесь нет такого. Здесь нормальные чистые листики, а вот этот край такой несимпатичный. В прошлом году, кстати говоря, у нас традисканция тоже болела. Обрабатывали, вылечили, но в этом году снова болеет. Так, здесь я недавно показывала вот эту часть клумбы и не обнаружила здесь тогда никаких болячек. Сейчас вместе с вами посмотрю, но пока не вижу. Сейчас дойду до гортензии нашей, так называемой, пинки-винки. Она у нас тоже заболела. Так, здесь сейчас посмотрю, потому что буквально за два дня могло что-то измениться. Но здесь пока... Нет, вот вижу на хостах тоже, вот на этой хосте тоже вижу ржавчину. То есть нужно будет все обрабатывать. Здесь хосточка чистая. Здесь тоже чистая. Не вижу пока ничего. Но это не значит, что не нужно обрабатывать. Обрабатывать нужно будет обязательно для профилактики, потому что в прошлом году многие хосты у нас болели. Так, здесь тоже чисто. Так, здесь хосты смотрю тоже чистенько. В прошлом году многие хосты у нас болели. Я удаляла больные листья, муж обрабатывал. Вообще, после дождя, конечно, хосты выглядят здорово, потому что они набрали влаги, зато прилипли болячки какие-то на некоторые хосты. Так, здесь тоже все чистенько. Так, ну вот здесь я вижу на хосте. Вот смотрите, что творится, какой лист у хост. То есть нужно будет сейчас все эти больные листья удалить, а потом муж обработает. И гортензия пинки-винки, которую мы покупали под названием пинки-винки в обе. Сейчас туда дойду. Вот смотрите, какие листья. Тоже какой-то непонятный налет. Листья скручиваются, усыхают. Верхушки здоровые, чистенькие, хорошие листики. А нижние листья вот такие мелкие и больные. Кстати говоря, то же самое происходит у нас с яблоней. Сейчас подойду к яблони. Нижние листья сухие, мелкие, больные, скрученные, а верхние листья хорошие. Ну, конечно, что-то продолжает радовать. Дармира радует. Ничего на ней плохого не замечено. Вот такие вот большие у нее цветоносы уже. Болечки появляются и на кустарниках и на многолетних растениях. Уж на что хвост неприхотливое растение. И то умудряются появляться какие-то болячки. Вот Дармира радует. Здесь все чистенько. Нормально. Вот это хвост. Здесь есть вот такие вот некрасивые листики. На самом деле вот это хвост. Именно вот эта белоокаймленная видовая хвост, наша старая, она с самого начала была у нас такой. То есть это какая-то ее аномалия вот именно этой хвоста. У нее периодически бывают вот такие вещи. То есть вот тот ее даже ест тут. И видите, некрасиво есть листики. Но это немного бывает. Я их обычно вырываю. Я не фитопатолог. Определить мне сложно, что за заболевание. Так что обрабатываем мы системными препаратами комплексными, от комплекса болезней. Чередуем разные препараты с разными действующими веществами. Какие-то месяц содержащие, какие-то нет. Но стараемся так, чтобы у растений не было привыкания к этим препаратам. Поэтому чередуем. Мак обещала показать в прошлый раз. Вот сегодня дождя нет. Он раскрылся, уже отцветает. Там есть еще один бутончик, который не раскрылся. Так что буду еще показывать. Так, здесь тоже все в порядке. Тоже наша старенькая видовая хоста. В этой клумбе я посмотрела, все нормально. И сейчас дойду до яблони. С гортензиями здесь заодно посмотрю, нет ли каких-то первых признаков заболевания. Так, вот что-то увидела несимпатичное. Сейчас покажу, что это такое. Кто гортензиями занимается, скажите, вот например, что это такое на листиках. Вот какие-то два больных листика здесь. Потом вот, пожалуйста, листик больной. И что с этим делать? Как на этой гортензии. Вот молодые листики такие почему-то несимпатичные. Вот тут тоже, смотрите, молодые листики. Вот они какие-то несимпатичные. Что это за заболевание? Вот здесь у нас метельчатая гортензия. Это гортензия Вимс Ред. Уже собирается выдвигать бутоны. Здесь ванилла фрайс, предположительно. Бутонов пока нет, но выглядит здоровой. Это ламлайт. Так, вижу, муравьев нужно обрабатывать от муравьев, но больных листиков не вижу. Еще одна гортензия метельчатая. Я не помню, сорт надо посмотреть будет. Здесь тоже все вроде чистенько. И вот яблоня. Смотрите, все листья скрученные, засыхают. Она у нас очень хорошо цвела. Кстати говоря, уже завязала яблоки. Посмотрите, есть яблочки. Вот такие у него больные листья. Верх у яблони, верхние листья, верх кроны, у нее хорошие. То есть там нормальные, большие, крупные, чистенькие листья. А вот низы вот эти очень такие несимпатичные. Посмотрите, совсем чернеет все. Усыхает и опадает. В прошлом году у нас болела яблоня декоративная. В этом году она себя чувствует неплохо. Но вот эта яблонька совсем нас расстраивает. Будем лечить. Здесь вроде все нормально. У нас один год даже виноград болел. И обрабатывали мы виноград профит голдом. Так, дойду сейчас до яблонь декоративной. Мы наконец-то поставили мангал. и мы уже жарили шашлык. Так вот она наша декоративная яблоня. Она у нас в прошлом году очень сильно болела. Сбросила практически всю листву. Но мы ее усиленно лечили все лето и уже к концу лета она нарастила новые листики. Сейчас по сравнению с прошлым годом она выглядит неплохо. Но будем все равно проводить профилактические обработки. Листики крупные, глянцевые. Выглядит хорошо. Так, что здесь с хостом? Тоже вижу. Надо смотреть, конечно, внимательно. Не просто проходить, а смотреть внимательно. Вот я сейчас, если бы не обратила внимание, не наклонилась, не увидела бы. Вот смотрите, тоже лист поражен каким-то грибом. Так, это хоста. Тоже вижу. Буквально показывал два дня назад. Ничего этого не было. Повышенная влажность от дождя, конечно, благоприятные условия для развития вот этой всякой пакости. И вот смотрите, что это такое. Но не было никогда у нас хостами. Столько лет у нас сад с 2008 года. Не знали мы, что такое болезнь у хост. Вот второй год. Но, кстати говоря, в этом году какая-то другая болячка. В прошлом году было просто, что листики, особенно молодые, увидали, усыхали. Но вот таких пятен, вот россыпи, вот этих вот точек на хостах не было. То есть в этом году какая-то другая болячка. Посмотрела заболевание, даже у хост очень много. Просто у нас они как-то обходились стороной. Вот, оказывается, прилетела и к нам. Еще увидела у аронии черноплодной. Тоже есть больные листья. Вот смотрите, какой черный лист. Все нужно будет обрабатывать. Главное, чтобы теперь позволила нам погода. Орех извилистый смотрится издалека очень неплохо, но если подходишь близко, то тоже видно, что есть пораженные листья. Вот смотрите, здесь даже лесной клен. Это обычный лесной клен, который мы высаживали совсем маленьким. Посмотрите, что творится с кленом. Все листья увидают, пятна скручиваются и опадают. Причем, что интересно, здесь четыре ствола и вот эти больные листья только на одном стволе. Мы, кстати говоря, собирались здесь один ствол или два даже спиливать. Но вот как раз сейчас этот ствол, на котором больные листья, будем спиливать, наверное. Зато радует нас сосна после обрезки. Такая симпатяшка, шарики на концах веток. Конечно, будем обрабатывать все растения, не будем унывать. Конечно, расстраивает меня больше всего ива и хосты, но будем обрабатывать, ничего не поделаешь. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Будем надеяться на хорошую погоду, не унывать. До новых видео. Пока!